Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, творческих людей. Десмонд Джон Моррис, британский зоолог и толог, также художник-сюреалист, телеведущий и популяризатор науки. Получил широкую известность, прежде всего, как автор популярной книги «Голубая обезьян» в 1967 год, подвергшийся сильной критике со стороны других ученых и тологов. Директор Института современного искусства в Лондоне в 1967-1968 годах. Родился Десмонд Моррис 24 января 1928 года в Фуртоне, графство Уилтшир. Мать Маджори Моррис, отец писатель детской фантастики Гарри Моррис. Я беру данные из Википедии переводной. В 1946 году поступил на службу в британскую армию на два года национальной службы, выполняя обязанности лектора по изобразительному искусству в военном колледже Чизелтона. После демилизации в 1948 году провел свою первую персональную выставку картин в Центре искусства Индона и начал получать образование зоолога в университете Пермингена. В 1950-м провел сюрлистическую художественную выставку с Хуаном Морро в галерее Лондона. В последующие годы проводил другие юристы. В том же 1950-м году Десмонд Моррис написал сценарий и снял по ним два сюрлистических фильма «Цветок времени» и «Бабочка и булавка». В 1951-м нашел дектора натуру на кафедре зоологии Оксфордского университета по направлению поведения животных. В 1654 году получил учебную степень доктора философии за свою работу по репродуктивному поведению десятиглавой колюшки. В 1656-м переехал в Лондон в качестве руководителя отдела телевидения и кинематографии «Гранда ТВ» в Лондонском зоологическом обществе изучал способности обезьян к созданию снимков. Его рабочие обязанности также включали создание программ для кино и телевидения на тему поведения животных и других тем зоологии. До 1659 года принимал участие в еженедельной программе «Гранда ТВ» «Зутаем», для которой было написано сценарий и по нему снято 500 выпусков. Кроме этого было произведено 10 эпизодов шоу «Жизнь в мире животных» для BBC. В 1658-м организовал выставку «Потерянные изображения», в рамках которой сравнивались изображения младенцев, людей и обезьян в Королевском фестивальном зале в Лондоне. В 1659-м стал куратором Лондонского зоологического общества млекопитающих, ушел к передаче «Зутаем». В 1667-м году провел год в должности исполнительного директора Лондонского института современного искусства. Одна из самых известных книг Моррис «Голая обезьяна. Исследование зоолога по человеческим инстинктам», опубликованная в 1667-м году. Она почти стала бестселлером в научном мире, доходы от ее продажи позволили переехать на май, в 1668-м году, чтобы написать ее продолжение, ну и заняться другими книгами. Снимался в сериале «Человеческая раса» для телеканала «Темзо ТВ». В 1682-м выпустил фильмы «Человек смотрит в Японию» и «Шоу животных». За свою жизнь Тесмонт Моррис написал множество научно-популярных книг и научных трудов. Женился в 1652-м на Рамоне Пау, еще у пары были один ребенок, сын Джейсон. Выкупил дом бывшего лексикографа XIX века Джеймса Мюррея, расположенный в северном Оксфорде. Недалеко от своего дома Моррис построил выставочную галерею «Тельца» в Северном Параде. После смерти жены вместе с сыном живет в Ирлайне. Ну вот так немного о Десмонт Джон Моррис. Это британский зоолог, этолог, а также художник-сюреалист. Телеведущий и популяризатор наук. Смотрим его работы. Пока-пока, до свидания.